Инжир Это очень полезный фрукт для здоровья Здравствуйте, друзья! Герой нашей сегодняшней программы с одинаковой легкостью бьет как тяжелоатлетические, так и агрономические рекорды Он первый чеченец, который стал чемпионом СССР по тяжелой атлетике И первый чеченец, который вырастил на своем садовом участке банановое дерево Для Алыма Очечаева в этой жизни невозможного нет, ну или почти нет Эта штанга у меня с 1967 года В 1967 году мне ее друзья подарили, но проблема была с перевозкой, с Горичеводска Мы с друзьями поехали на перекладных, на автобусе, на бортовой машине Потом в черте города, на трамвае Короче, в мешках кто сколько мог, короче, привезли это и занимались регулярно уже Спортом, особенно таким нелегким, как тяжелая атлетика, человек начинает заниматься не просто так Кто-то с раннего детства стремится непременно стать олимпийским чемпионом Кто-то хочет неотразимо поиграть накачанными мышцами на глазах у изумленной публики Алым Очечаев взялся за гриф железной штанги после одного очень неприятного случая Мне было меньше 15 лет, а так получилось, отца не стало, матери не стало, четверо детей кормить надо Добрые люди помогли меня, такого маленького, 15 лет еще нет, устроили в шалях на работу Так получилось, иду с работой, встречают меня три таких здоровых парня Короче, окружили, просят в сумку У меня такая, чемоданчик маленький был Там, помню, еще Ц-20 прибор, тестер, паяльник, то, все Ну, рабочий инструмент, я все время и на дому мог ремонтировать, и телевизор, и приемник И на работе занимался, короче, семью как-то надо было кормить И они требовали у меня вот этот инструмент мой Ну, видимо, они меня и знали, и раньше, ну, решили забрать это все у меня Ну, я не мог отдать это, соответственно Я смотрю сзади, такой удар какой-то горячий Видимо, отверг мне пару раз И после этого, я думаю, так, три человека, я слабак, я думаю, буду интенсивно заниматься И после этого я подряд все виды спорта Сперва бокс был Потом ребята с Шали, там команда была Вот, готовились на какие-то соревнования Говорят, попробуй там, мы, говорит, пару приемов Выучим ты, выступишь Ну, я потом пошел, выступил, мне понравилось Потом целый год боксом, борьбой занимался Ну, вот этот гиревой вид спорта Гири у меня были Вот я их поднимал регулярно И все, старался почему-то без такой явной цели Не зная, даже не подозревая, что я делаю Я как-то интуитивно шел все дальше, дальше, дальше Со своими обидчиками Алым Ачичаев на их счастье больше не встретился Зато в армию уходил не только с твердым намерением продолжить занятия тяжелой атлетикой Но и добыть заветный мастерский значок Вечером собрались ребята Говорят, Алым, они меня Аликом называли Вот ты уезжаешь, ты дай нам слово, что ты мастера спорта там сделаешь Без мастера спорта домой не приедешь Валер пять-шесть человек окружили Говорят, ну что, ребята, ну как получше, так нет Ты дай нам честное слово Взяли гирю у меня, двухпудовую, взяли на стол его положили Положи-ка руку, дай честное слово Клянись, что ты мастера спорта делаешь Ну откуда я знаю, что там даю слово Ну ладно, дал я им слово, уехал Уехал, попал в Миллерово Там учебка Никакого такого конкретного спорта нет Только общая физика Оттуда на Дальний Восток Ну я такой, с виду такой, более накачанный был А там сразу меня исторщено через месяц И сами знаете, не до спорта там Да и возможно там такого не было Это училище имени Мерецкого танкового училища Благовещенское Вот И все, два года прошло Я говорю, ну как Дал же слово ребятам Ну как я теперь и не мастер спорта приеду Как человек честный, Алый Мачичаев решил отложить возвращение домой после армии И чтобы сдержать данное друзьям обещание Отправился в Хабаровск Где в спортзале его ждала неожиданная, но очень своевременная встреча Ну я там качаюсь всю недельку Заходит Такой здоровенный мужчина Такого роста, как вы Такой же красивый И палка у него на руках И ходит Одному дает палку Второму дает этот Сед проверяет И я ему показал свой сед Могу сейчас показать Видите? Вот такой сед я ему показал Он сразу там зацелок почесал И говорит Во! Вот этот прирожденный, говорит, штангист Это Алексей Александр Дмитриевич тогда В Хабаровске Он меня там устроил с лесарем на работу Освобожденным почти И так надо Чуть-чуть работать, чуть-чуть тренируешься Чуть-чуть тренируешься Короче, все довольны были И я, и они Все Он говорит Я с тебя, говорит За год сделаю мастера спорта Ну ладно, хорошо Год не прошел Я уже мастер спорта Десять суток на поезде ехал Алыма Чичаев из Хабаровска До родного Германчука Чтобы наконец-то Предъявить друзьям Значок мастера спорта СССР Без которого даже не хотел Возвращаться домой Приезжаю домой Сразу в село К друзьям своим Хамит, говорю Смотри Я сделал то, что вам обещал Он здесь на меня Смотреть не хочет Ралик говорит Ты знаешь, таких значков у нас На толкучке По три рубля есть Думаю, ладно, с вами понятно Вы далеко отошли от спорта Я понял И не до спорта У них уже Совсем Житейские Проблемы у них Я еду В город Думаю Надо же продолжить Мастер спорта И выше Надо было думать Хотя бы О физкультурном институте Ну иду в город Труд общества у нас Тренера пропустим Короче Говорит Вот я приехал Ну и хорошо Говорит Больше у нас тренироваться Короче Условия Ну В подвале Сыра И то, что у меня там Хабаровский Светлый зал Зеркала Тренер вокруг бегает Молодим Это 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 Ну условия Совсем уже День 3 Так Походил Походил Думаю Нет И снова уехал Ну и продолжил Свои тренировки В 1973 году Алыма Чичаев Первый номер сборной Хабаровского края В категории До 90 килограммов Приехал на чемпионат Российской Федерации Чтобы поучаствовать В этом соревновании И принести зачетные очки В общекомандную копилку Приехал в шахты Выступаю Соответственно Там, как я себя вел У меня Такие длинные волосы Такое, значит Горжусь собой Вид у меня такой Соревнования прошли как Первый подход 140 Это мой был Предельный Высокый результат В Хабаровском крае 140 поднимаю Иду на 145 Я его роняю назад 147 Ставлю Думаю Кровь из носа Я его вырываю Тянет вперед Думаю Не упадешь Становлюсь на колени Поднимаю Улыбаюсь Довольный собой Если я его 7 килограмм Увеличил Свой же рекорд Но встал на колени Ничего страшного Думаю На следующее соревнование Я с этого начну Но Специалисты на меня смотрят Я уже знаю Уже сколько лет прошло Смотрели на меня Как на кореевого Как неуправляемого Представляете Никого не слушает Парень Выскакивает На помост Там рвет И мечет Хочет Что-то поднять У него не получается Техника такая Корявые Руки Вот примерно Больше они у меня Не управлялись Потому что Дарьми Я борьбой занимался Чем я только не занимался И соответственно Все время Бицепс качали Мы думали Если бицепс мощный Значит И штангист мощный Оказывается Бицепс Наоборот Он Сколько-то Его надо качать Но его перекачивают Чтобы он Руку стягивал Вот этого Оказывается Нельзя было И вот тут Случилось чудо На корявого Дальневосточника Обратил внимание Один из лучших Тренеров Советского Союза Рудольф Плюкфельдер Но как оказалось И у заоблачных чудес Есть свои реальные Земные корни Я как раз попал В эту компанию Когда шла борьба Между тренерами Все были против Рудольфа Владимировича Плюкфельдера На него жалобы были Что он выбирает Самых лучших И конечно Он может добиться Вот этого Большого результата За счет этого У него выбор большой Потому что он Условия Там На шахту Устроит Там Зарплаты Жильем Все И я как раз Попал В эту Можно считать Заваруху Остогов Есть такой Тренер Динамо По-моему Он был А он говорит Плюкфельдеру Вот ты возьми Вот этого И сделай И сделай с него Ну хотя бы Там Что-нибудь Сделай с него Сделай вид Чтобы он Нормальный Штангист Не то что Он там Большие результаты Покажет Там То все Вот и поспорили Очередная Значимая для Алыма Очечаева Встреча Круто развернувшая Его жизнь Состоялась Недалеко От тяжелоатлетического Помоста Где штангисты Боролись За медали Чемпионата РФСР Уже без участия Чеченского Хабаровчанина Подходит Мужик Сказать честно Я вот Внутром Чувствовал Я его где-то видел Но не мог Его не вспомнить Нигде Вот такие Короткие штаны Красная рубашка Вот такой Стойка Вот такая Мощная Ходит мужик Такой Стрижка у него Под Под свою Национальность Можно считать Немецкие парни Вот так Ходят с такими Прическами Подошел Говорит Так Сейчас Пойдешь Он показывает Во дворе Это дворец спорта Так В углу Видно Парикмаркска Сделай нормальную Прическу Подойди Говорит Поговорим Совсем Незнакомый человек Мне такое Говорит Это мне Говорит Такой Что думаю Заставляет Не встречся Он Только Отходит И идет Парень Я говорю Оказывается Это с Украины Михайлов Такой был Тогда Я говорю Кто это А Плюк Говорит Я Бум Вспомнил Плюк Квейтер Прославленный Тренер У меня дома Его Это Книга Его была Я Ребята Дали Оттуда Фотографии С книги У меня Над стеной Висели И его И Ригерта Фотографии У меня дома Еще в Хабаровске Еще начинающий Я его вспомнил Думаю Сам Плюкфельдер Говорит Стричься И бегом туда Иду Главное Постригся Все нормально Как раз Его Прическу Сделал Прихожу Смотрю Подходит Все Молодец Не так страшно Как Другие Говорят А что страшно Я не понял А надо сказать Что в это время Рудольф Плюкфельдер Трехкратный Чемпион мира И олимпийский Чемпион В среднем весе Возглавлял Знаменитую На весь мир Шахтинскую Тяжелоатлетическую Школу Так что Сразу После чемпионата Алым Ачичаев Приступил к занятиям В этой элитной Школе Он с моим Тренером Договорился Что я К Плюкфельдеру Приезжаю А он уехал Мне ничего Не сказал Ну видимо Не хотел Отказать Ему Он не мог И мне ничего Не сказал Ну так получилось Что я приехал Во всяком случае Ну ладно Быстро Переодевайся Говорит На тренерок Вот его слова Слово Слово Я поискал Раздевалку Там Переоделся Прихожу Одна раз Посмотрел Мои старые записи Отложил Потом он написал Четыре упражнения Для начала Делаю Делаю Он говорит Не Тренерок Придется Чуть-чуть Сократить И берет Меня Подводит Такой Спортивный снаряд Конь Называется Мы через Этого коня Пресс качали Спину качали Представляете Тебе Вот так Уложишь Мне руку Вот так Локтем На этот Коня И вот Здесь Тянет Когда Не втерпешь Скажи Тогда у меня Такие мысли Были Сломает Не скажу Думаю Такой человек Зацепился За рук Представляешь Ее даже Потрогает Какой почет Да Такой Прославленный Человек Тянет Ну думаю Что он делает Тянет Хрустает Страшно Хрутит Хрутит Но он Видит Ну я молчу Ну ладно Давай вторую руку И посмотрю Все Можно Нормально За год Можно сделать И представьте Целый год Каждый день Эту руку Он Саморучно Вытягивал И вот Она у меня Вот такая Стала Ну сейчас По старости Она отошла А на самом деле Она у меня Как струнка стала В апреле 1975 Алым Ачичаев Побеждает На спартаке Один народов РСФСР В декабре Становится Обладателем Кубка Советского Союза Тем не менее На майском Чемпионате СССР 1976 года Чеченский Атлет Явным фаворитом Не был Но ситуация На помосте Сложилась так Что один Удачный подход Мог стать Для Алыма Ачичаева Золотым Выхожу Думаю Так Что делать Злобы нет Почему-то нет Злости Чтобы так Раз Раз И сделать Спокойно Зачет команды Дал Это Дал А потом Думаю Потом Пожалею Ведь что я не Разозлился Раз Смотрю Вот такой Широкий Экран Это Канал Первый канал Прямо на меня Смотрит И мигает Ник А думаю Так Ага Мама Наверное Смотрит Сейчас Ну я Сейчас Подарок Сделаю На день Рождения Сына И думаю Так Два подхода Есть На второй подход не рассчитываю, но со второго подхода уже 207 же. Думаю, подниму я. Любую цену я задачу дал. Раз поднимаюсь, потом легко пошла. Легко залезла, легко встал, толкнул, держу, все кричат, держат, держат. Главный судья отмашку дает, а мне так приятно держать этот вес. Он опять отмашку дает, думает, что я уже в каком-то ступоре. Встает со стула, два шага вперед выходит, и мне прямо в глаза говорит, опустите, я говорю, хорошо. И потихонечку опустил, и представь себе, я не знаю, что делать с этим весом, с этим грузом. Я ее поднял впервые. Мастер-спорт международного класса. Это мечта моя давничная, которой никто не верил, что я это сделаю. Ну, думаю, давай я ее поцелую. Обнял ее, так, знаешь, нежно, раз, поцеловал, и поднимаюсь, думаю, ага. Никто не знает, что я чеченец. Фамилия Ачичаев на чеченский не похож. Алым. Это вообще осетинское слово, кстати. Алым по-осетински это лев. А чеченского там ничего не пахнет, кроме вот этого. Думаю, сейчас покажу вам. И пошел, как круг сделал, лезгинку, значит. Полный круг прошел. Думаю, ну а что, танцуют на Кавказе, многие танцуют. Ну, показать надо еще, что именно ты уже и чеченец еще. Говорю, хаузье. Слово такое, хаузье было. Вот, это, если девушка рядом, сделай, чтобы она вот крутилась. А для этого надо ее куда-то в угол загнать, вот, заградить ее, чтобы она тут не... И ей приходится крутиться там, пока не упадет. Я вот это слово сказал, зал, как тогда в Польше. Хлоп, это кажется, в Караганде, в 76-м году, в мае месяце, ползала были чеченцы. Организаторы спортивных соревнований порой вручают атлетам весьма необычные награды. Алым Ачучаев, например, получил приз, как самый веселый штангист турнира в Польше. Короче, там приезжали не так, чтобы результаты показать, там то все, а лишь бы вот походить, там отдохнуть. А я по своей натуре, у меня нету этого, походить, это... Если я пришел, я должен показать все, что у меня есть. Я вот, когда выступаю, как раз делаю рывок. Первый подход. У меня всегда ставила задача на три подхода работать, чтобы третий подход зафиксировать, приятно, хорошо, впечатленно, хорошо остается. А если уроню, я долго ходил, страдал. Чтобы этого не было, уверенно, подниму я, подниму. Ну, значит, и на третьем подходе, смотрю, потянуло штангой, так тянет, тянет. А мы целый день друг над другом усмехались, сходили, друг друга паном называли там. Пан, 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 в своей команде. И слово все время пан, пан на языке было. А вот, сказать честно, не специально, получилось так. Падает штанг, и думаю, так, держи, 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 пан. И слово вот это выскочило. Представьте себе, держи, пан. Зал прям взорвался. Я не знаю, из-за момента ждали, как по команде. Все встали, хлопают, короче. И меня в конечном итоге признали, самый веселый штангист. Повторили вот эту лазу. Я ее с любовью держу. И все время я там стараюсь держать по мере возможностей, такое приятное, сладкое. Даже вот сейчас конфета, внутри черная слива. А тогда у меня этой возможности не было. Мне бы тогда вот такие вещи, я бы, может быть, больше поднял, чем в то время показывал. В конце 1976 года Алыма Чичаев выиграл отборочный турнир к чемпионату мира, опередив ближайшего соперника в сумме двоеборья на 15 килограммов. Но не вовремя поссорился со своим тренером Рудольфом Плюкфельдером. Как это так? Вот сейчас в любое время, у меня же возраст 27-28 лет, я могу в любое время травму получить, что я буду делать? А он говорит, а на завод пойдешь, в волы будешь гнуть, здоровый ты мужик. Так, беспардонно. Ну, обидно стало, думаю, ладно. Ну, поругались мы с ним. Поругались, я говорю, ладно, последняя тренировка здесь, я уеду. Найду другое место, чтобы уже, чтобы не волноваться. А то, что зарплата маленькая, то, что полностью нормально питаться, нет возможности, чтобы поднять большой результат. И еще думать, что квартиры могут любое время выгнать, но это же не серьезно. Ну, он не понял, говорит, ты, сперва, стань чемпионом мира, потом будем говорить. А если я не дойду до этого? Ну, тогда уйдешь, как все, специальничат в завод, Ростермаш завод. Ладно, я его в стереновку сюда положил, говорю, ухожу, выхожу, думаю, последнюю стереновку сделаю. Вот со стоек 240 толкнул как раз. И он обиженный, оскорбленный, там в кабинете сидел у себя. А оказывается, когда там, вот видишь, вот парень стоит аж, тоже у него поза вот такая, вроде чем-то как помогает, да? Вид он такой, все хлопают, шумят. Став ненужным в Ростове, Алыма Чичаев поехал в Грозный. А пальному штангисту пытался помочь знаменитый танцор Махмуд Асамбаев, который в это время был президентом Федерации тяжелой атлетики Чечерной Ингушетии. У него рацион был, значит, языки, бараньи языки. О, такая большая тарелка. Так, Алым, иди сюда, ты нормальный товарищ, ты мне поможешь. Он только кончик, вот только кончик отрезает, язык откладывает. Он дальше ее не кушает. Это его был обед. А мне приходилось вот это все, целые языки доедать. Вот я ему говорю, такая обстановка. Мне сейчас на мере ехать. Я силен, как никогда. Я смотрю, вокруг что, кто что поднимает. У меня килограмм по 10-15 запас. Так что, единственное, что мне надо, вот, чтобы командировочное. Все. Он говорит, да, проблем нет. Крым, звонит. Все принимает. У входа стоит капитан. Но столкновение с советской бюрократической машиной вышло не в пользу Аллы Майчичаева. Был такой пред Саумина. Имя называть не буду. Короче, к нему меня заводит. И говорит, что надо. Я говорю, ничего не надо. Просто нужна прописка командировочного удостоверения, чтобы я поехал на сбор Подольск. Он так долго думал, клянулся, я удивился. На таком уровне, вот так думать. Тяжело ему, я смотрю. Я говорю, понимаешь, вы спортсмены, вы такой тяжелый народ. Вы будете это просить, то просить, то просить. У него там, я смотрю, часы такие. Он часто смотрит на часы. Я вижу, он спешит. Намек понятен. В итоге Аллы Майчичаев отправился в Днепродзержинск, куда его звали давно. Однако спорткомитет РСФСР тут же выписал годичную дисквалификацию чеченскому атлету, якобы уехавшему на Украину без необходимого разрешения. Приквенно, тоже, наверное, нам помог. Хочешь, не хочешь. Без его ведома этого не было. Раз, меня на год перечеркивают. И все. Я остаюсь в Днепродзержинске. И условия есть. Все есть. Только тренируйся, радуйся, показывай результаты. А ехать в течение года нельзя. Пока мы там разбирались, уже команда уехала на мир. А я тренируюсь. У меня такой маленький телевизор в зале стоит. Я смотрю и специально, когда показывали выступление, пришел в зал. Козло там с горем пополам 170 вырывает. Я вам клянусь, такой я злой был. На себя я был злой. Если потерпи я там чуть-чуть. Сейчас бы я там выступал. Там бы не козло было, а я был. 170 килограмм ставлю, три раза подряд ее вырываю, как пушинку. Это дело и до Гензека дошло. Быстро, быстро все. Отменились эти приказы. Все меня восстановили. Все сделаю. А что толку? Мир ушел. Я остался. Потом на Олимпиаду готовился. И там тоже вот эти тренерские козни. Они свое лицо мне показали. Сразу показали, что я не нужен нигде. Ну, я понял. Потом думаю, хорошо. Ну, и так я вам сейчас покажу. Беру своих двух братьев. Днем и ночью не даю им покоя. Ни минуты. Только сон ихний был. Остальное время мое было. Поставил себе задачу. Сто процентный результат. Это как получать? Если я беру двух человек. У меня же до тренерской работы перешел. Еще группа была, чтобы часы были. Я говорю председателю, вот два человека. Я из них сделаю вот в течение шести месяцев мастеров спорта. Они еще не перворазрядники. Я говорю, не сделаешь. Ну, попробуем, сделаем. Так, все. Начали это называться. Полгода не проходит. Два мастера спорта. Еще полгода. Чемпион. Чемпион Украины. Младший брат. Второй призер. Второй брат. А те тренеры видят, что действительно это все. Ну, там, вот у него там секреты. Это секретная система Пульквейдера. Он применяет все. Ходит на тренок и что-то хотят увидеть. Ну, там ничего нет. Просто труд и все. Труд на выживание. Или сломаешься, или будешь. Вот вопрос стоял так. Из двух одно. Сломался, ушел. Не сломался, поднялся. О тяжелой атлетике и чемпионских пьедесталах Алыма Ачичаеву напоминает штанга его юности, черно-белые фотографии и бесчисленные светлые воспоминания. Нынче жизнь другая пошла. Может быть, более приземленная, но все равно яркая и насыщенная. Спорция, конечно, более интересная была жизнь. Потому что там был один противник штанга. Результат, ты к этому идешь, и все больше уже ничего не замечаешь. Никакого интереса. Сказать честно, сколько пропущенных моментов, где можно было для души, для тела. Все было отдано этой штанге. А после штанги уже разнообразие. Вижу уже взрослую. Жизнь короткая. Мне хотелось все-все испытать. Завел нутрый. Все нормально. Изучил этот вопрос. В будущем, если дети потом захотят, спросят, ответ у меня будет. Знание уже есть. Кролей, соответственно, тоже завел. Я смотрю, кругом перепелками никто не занимается. Перепелок завел. В жизни может что угодно пригодиться. Кто думал, допустим, я вчера сварку делаю, отопление делал. И думаю, а в 1976 году, когда я чемпионом СССР становился, кто думал я, вот сегодня буду сварку, работу делать. Никто же не сказал бы правильно. После спорта, сказать честно, я не совсем здоровым оттуда вышел. Нервы на пределе были. А с этой землей у меня сегодня, меня все радует. Вот я смотрю вот на лозу виноградную или на кисть, у меня улыбка на душе. Смотри, я выросил или кто-то вырастил. Во время штанги было отлично, а после штанги можно считать еще лучше. Если, друзья, мы будем любить жизнь во всех ее проявлениях, как Алыма Чичаев, то это будет не жизнь, а сказка. И в этой сказке мы с вами словно бы по мановению волшебной палочки. Еще увидимся. Еще победим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok